приветствую всех с вами олег саламаха и сегодня мы с вами посмотрим партии четвертого тура супер турнира super bad chess classic который проходит в румынии участвует 10 шахматистов играют по круговой системе то есть 9 туров и сегодня были сыграны партии четвертого тура внимание на экран спонсор сегодняшнего обзора кинотеатр премьер смотрите новый сезон нашумевшего сериала эпидемия и многие другие развлекательные шоу и передачи переходите по ссылке в описании вводите уникальный промокод и получаете 21 день подписки бесплатно и 50 процентную скидку на первое продление четвертом туре играет шахрияра мамедяров против богдан даниэль дяка алироза феруджа против рихарда рапорта линьер домингес против ливона ароняна после со против я на непомнящего и максим вашего граф против фабиана круаны белыми играл шахрияр мамедьяров черными играл богдан даниэль дяк d4 конь f6 c4 e6 конь f3 d5 конь c3 dc после е4 слон b4 разыгран ферзевый гамбит защита рогозина слон g5 h6 слон бьет f6 ферзь бьет f6 черный получает преимущество двух слонов слон бьет c4 c5 рокировка cd и е5 играет шахрияр мамедьяров после ферзь d8 конь е4 слон на поле b4 оказывается такой подвисающей фигуркой за ним всегда надо следить рокировка ферзь е2 и слон е7 сразу же богдан даниэль дяк отводит слона куда подальше ладья d1 ферзь a5 a3 здесь на самом деле плохо играть ладья бьет d4 отыгрывать вот таким образом пешку понятно что конем брать плохо потому что визит пешка на е5 а здесь после хода конь c6 будет ладья атаковано с темпом и дальше черные просто съедают пешку на поле е5 и получают перевес потому что у них два слона и лишняя пешка ферзь a5 a3 играет шахрияр мамедьяров ладья d8 b4 ферзь b6 и g4 играет шахрияр мамедьяров все-таки пытается с наскоку обыграть богдан даниэль дяка который уступает ему по рейтингу ну и опять же вот очень многие недооценивают этого румынского гроссмейстера а он очень силен конь d7 ладья c1 ферзь c7 конь g3 только этот ход является новинкой партии предшественницы играли слон бьет е6 самый логичный ход белый съедают пешку и нападают ладьей на ферзя что может быть естественнее после ферзь b6 слон атакован слон f5 конь f8 конь c5 g6 после коня a4 ферзь a6 ферзь a6 ba слон c8 ладья c8 позиция очень быстро упрощается так продолжалась партия гукеша против уэс лисо ладья c8 ладья c8 ладья d4 белые съедают пешку но после хода a5 к примеру позиция все равно получается примерно равный конь g3 играет шахлияр мамедьяров защищая пешку на поле е5 ферзь b8 уходя из подсвязки h4 ну здесь уже можно было бить ладья бьет d4 после конь f8 ладья d8 слон d8 получалось примерно равная позиция h4 шахлияр мамедьяров пытается играть на атаку конь f8 укрепляется богдан даниэль диак слон d3 b6 теперь не страшна батарея ферзь е4 потому что поле h7 держит конь на поле f8 а ладья на поле a8 защищена g5 слон b7 и тут шахлияр мамедьяров уже перегибает парк парку хотел сказать палку играя же h после слон бьет f3 ферзь бьет f3 ферзь бьет е5 черные уже съедают и вторую пешку а же ферзи 7 если мы сейчас с вами присмотримся то увидим что у черных пока лишняя пешка вот здесь кстати компьютер говорит конь d7 надо играть поточнее затем забираем ферзем и грозим ходом конь е5 или же е5 соединить пешки после ферзь бьет g7 король h1 ферзь f6 играет богдан даниэль диак плохо играть слон бьет h4 по причине конь h5 напали на ферзя ферзь h6 водя g1 и тут действительно белые начинают серьезную атаку конь g6 и водя c7 белый вторгаются по всем фронтам пункт на поле f7 трещит по швам здесь у белых действительно перевес король h1 ферзь f6 очень аккуратно играет румынский гроссмейстер он нападает на пешку на h4 своим ферзем ферзь g4 шах конь g6 и слон е4 играют белые нападая на ладью ладья c8 слон бьет g6 ферзь бьет g6 ферзь бьет g6 fg ну и в сухом остатке после ладья c8 ладья c8 ладья c8 ладья бьет d4 получается абсолютно безопасная позиция дальше соперники очень быстро здесь сделали то что и должны были сделать а именно ничья троекратным повторением позиции в общем богдан даниэль диак удержал еще одну очень непростую партию против шахрияра мамедьярова как мы видим азербайджанский гроссмейстеров в вариантах во многих ставил интересные ловушки так например пешку наш 4 было брать нельзя по причине конь h5 но богдан даниэль диак очень четко все сделал и ничья самый четкий результат которым он конечно же доволен потому что он идет в лидерах идем дальше белыми играл уэсли со черными играл ян непомнящий конь f3 d5 d4 конь f6 c4 e6 g3 слон е7 слон g2 рокировка рокировка dc разыграна каталонское начало ферзь c2 b5 и a4 играет уэсли со после слон b7 ab a6 я непомнящий выбирает интересный вариант с жертвой пешки ба конь a6 тут у него явно имелись наработки поскольку каталонское начало как раз встречалась именно в партии против чемпиона мира магнуса карлсона в матче на первенство мира ферзь c4 слон d5 ферзь c3 c5 слон е3 конь е4 ферзь е1 конь b4 угрожает конь c2 ладья 8 ферзь a8 конь c3 конь c3 bc и конь c2 после ферзь d2 конь е3 ферзь е3 cd cd получается позиция где у черных два слона а у белых лишняя пешка при правильной игре конечно же здесь черные держится дальше давайте немножечко промотаем поскольку здесь был очень длинный период маневров когда соперники просто маневрировали в итоге получается позиция абсолютно ничейная с разноцветными слонами ну и вот сейчас мы с вами увидим что я не помнящий который играет черными спокойно стоит разноцвет это сразу ничья уэсли со пытается как-то маневрировать и ферзей не меняет не позволяет менять но повторюсь при правильной игре это мертвая ничья вот мы сейчас с вами увидим что я не помнящий не выдержит после солнца 4 ферзь е4 слом b3 ферзь f5 е4 ферзь f6 король g2 ферзь b6 слон d5 и вот здесь я не помнящий дернулся и допускает проигрывающий ход слон d4 слон на самом деле прекрасно располагался в лагере рядом с королем он его защищал а теперь ход слон d4 вроде бы внешне активный потому что черные нападают на пешку на f2 оказывается что это просто холостой выстрел в воздух надо было играть ферзь g6 и по-прежнему просто стоять на е5 ферзь f5 f4 слон f8 и при правильной игре здесь черных пробить невозможно но после хода слон d5 слон d4 первую ошибку допускает российский гроссмейстер е5 очень сильное продолжение находит гроссмейстер из соединенных штатов америки уэсли со теперь слон вырезан и сразу же следом я не помнящий допускает вторую ошибку которая моментально проигрывает партию он допускает грубый зевок игра эфера g6 снова с я нам не помнящим приключилась та история когда он не выдерживает вот такой вот пассивной обороны и очень быстро разваливается это мы с вами могли наблюдать например в том же матче на первенство мира когда магнус карлсон мучил нашего российского гроссмейстера просто издевался над ним как хотел так вот здесь вместо хода ферзь g6 надо было играть король f8 но здесь все равно позиция белых выиграна после ферзь е4 точный ответ теперь брать на поле f2 нельзя по причине ферзь f5 и будет висеть мат и будет висеть слон на поле f2 ферзь c5 e6 и после вскрытия короля здесь у белых уже выигранная позиция ферзь c7 король h3 дальше белые просто двигают пешки и в сочетании с матовыми угрозами они все-таки добиваются победы здесь именно компьютерный выигрыш после хода е5 я не помнящий проиграл еще быстрее он сыграл ферзь g6 и зевнул красивую тактику слон бьет f7 вот так вот у с леса заканчивает эту партию если бьем ферзем то играем ферзь g4 двойной удар вот почему слон на поле d4 оказался плохим ходом и здесь получается ферзевое окончание с двумя лишними пешками простая техническая работа предстоит но если бьем королем то следует ферзь c4 шах двойной удар также на слона и на короля и снова все заканчивается прозаическим ферзевым эншпилем с двумя лишними пешками вот так вот я не помнящий увы ях но проиграл идем дальше белыми играл максим ваш его граф черным играл фабиана круана е4 е5 конь f3 конь c6 слон b5 a6 слон а4 конь f6 рокировка на доске разыграна испанская партия и после конь е4 фабиана круана бросается в пучины открытого варианта здесь сумасшедшая теория на 30 и более ходов вперед d4 b5 слон b3 d5 d e слон е6 и после c3 солнце 5 американец разыгрывает очень модный вариант после хода конь d2 с жертвой двух фигур за пешку на поле f2 и качество после рокировка слон c2 вот здесь после конь бьет f2 то есть вынуждают черных так сыграть водя бьет f2 слон бьет f2 король бьет f2 f6 тут просто дичайшие дебютные наработки и считается что черные вне опасности при абсолютно правильной компьютерной игре конь f1 fe король g1 белый уводят короля в безопасное место и сейчас мы с вами видим что у черных есть ладья и пешка за две легких фигуры ферзь d7 слон g5 ладья е8 ферзь d2 максим ваш его граф применяет ходом ферзь d2 новинку партии предшественницы играли слон h4 после d4 конь g3 слон d5 конь е4 белые фигуры вот таким вот образом пытались скомпоноваться ладья f4 ферзь e1 защищая сразу все фигуры ладья f8 слон g3 ну и после ладья бьет f3 вот так вот черные жертвовали красиво качество gf ладья бьет f3 конь g5 ладья f5 и тут начинался сумасшедший бой как-то сумасшедший дом тут как-то подставляли ладью под бой в общем я думаю что здесь был какой-то блиц видимо скорее всего но партия в итоге закончилась ничью ферзь d2 играет максим ваш его граф и сейчас мы с вами увидим что будет происходить примерно то же самое d4 черные прорываются конь g3 h6 слон h4 и dc играет фабиана крана ферзь бьет c3 и вот в этой позиции американец допускает ошибку на самом деле у черных позиция с перевесом была сейчас как мы видим белый атакует пешку на поле е5 и фабиана кро она играет очень творчески он жертвует качество на поле f3 но при этом просто остается без фигуры выясняется что он просчитался он вариантах надеялся отыграть фигуру ходом g5 поскольку слон на поле h4 как мы видим расположен очень неудачно но сейчас мы с вами увидим где просчитался как раз таки американский суперграссмейстер здесь вместо хода ладья бьет f3 преимущество приводил ход b4 на ферзь е3 конь d4 атакуя слона конь d4 ферзь d4 после ферзь d4 е д грозит g5 с выигрышем фигуры сон а4 и тут c6 вот такой вот сильнейший ответ и выясняется что у черных перевес как ходить нельзя бить на поле c6 виду ладья c8 то есть черные заманили белого слона затем просто играют g5 и выигрывают фигуру отыгрывают фигуру и остаются с лишним качеством после хода значит c6 лучше всего сыграть конь f1 чтобы не было хода g5 но тогда черные играют слон d5 слон d1 c5 b3 и тут белые сразу не проигрывают то есть варианты здесь они остаются без качества позиция как мы видим у них довольно грустная но сейчас у них пока все равно сохраняется две фигуры за это самое качество то есть согласно мнение компьютера у черных сохраняется перевес но он небольшой а вот после ферзь бьет c3 ладья бьет f3 как сыграл фабиана круана здесь он просчитался поскольку после gf конь d4 слон d1 играет максим вашего граф укрепляя пешку на поле f3 и тут пришлось играть ладья f8 выяснилось что ход g5 отыгрывающий слона просто проигрывает партию ввиду конь e4 вот такого вот коварного промежутка и бить на поле h4 нельзя ввиду тройной вилки на поле f6 а если это поле защитить например сыграть ферзь g7 то белый просто уволит слона и здесь уже у них большой перевес они сохраняют сейчас мы с вами видим просто лишнюю фигуру после хода слон d1 ладья f8 играет фабиана круана конь e4 солнце 4 и король g2 играет здесь максим вашего граф укрепляя пешку на поле f3 ладья f4 и вот ходом ладья f4 фабиана круана ставит потрясающую ловушку максим вашего графу в которую француз не попадается на самом деле здесь он играет сон е1 и это единственный ход который сохраняет перевес казалось бы логичный ход слон g3 приводит к очень красивому поражению после ферзь h3 шах вот такой вот удар можно очень легко зевнуть ферзь приносит себя в жертву но взять его нельзя поскольку после короби от h3 будет слон f1 и это мат ладья отрезает четвертый ряд а слон наносит решающий удар после ферзь h3 приходится играть король f2 но тут ферзь вторгается на поле f1 и все заканчивается король е3 ладья бьет f3 слон бьет f3 ферзь бьет f3 король d2 ферзь е2 и после король c1 ферзь бьет е4 черные выигрывают угрожает вилка на поле е2 ну и позиция уже просто подавляющее после хода ладья f4 максим вашего граф играет очень точно сон е1 ферзь f5 конь d2 укрепляя пешку на поле f3 е4 слон g3 играет максим вашего граф нападая на ладью еф и снова ставит красивейшую ловушку фабиана круана своему сопернику и снова максим вашего граф проявляет свои самые лучшие качества теперь ничем нельзя пешку на поле f3 брать очень красиво проигрывает конь бьет f3 по причине опять ферзь h3 шах того же самого удара брать нельзя слон f1 мат король f2 ферзь f1 шах король е3 и тут барабанная дробь b4 выигрывающий ход ферзь на поле f1 защищает слона на поле c4 от отвлекаем ферзя ну конь на поле d4 защищена ладьей а после ферзь бьет b4 становится возможным уже комбинация ладья f3 слон f3 ферзь d3 король f2 ферзь f3 король g1 и конь е2 мат но после хода еф максим вашего граф сыграл исключительно точно король f2 отказ от взятия давайте еще разберем что конем мы разобрали слоном тоже брать плохо ввиду ладья бьет f3 вот такой вот красивой тактики теперь если конь f3 то просто конь f3 и нельзя брать ферзь f3 из-за слон d5 связка и черные побеждают после хода сон f3 ладья f3 есть ход ферзь d4 но тут тоже очень красивый ответ слон d5 создавая угрозу вскрытого шаха создавая угрозу ладья d3 приходится играть ферзь бьет d5 ферзь бьет d5 конь бьет f3 кажется что у белых полный материальный эквивалент у них две легких фигуры и ладья за ферзя но проблема в том что ферзь очень активен у черных и черный побеждают ходом g5 угрожает g4 h3 h5 приходится играть король f2 все равно g4 сгоняем коня объявляем шах и просто доедаем белых несмотря на то что у белых вроде бы достаточный материальный эквивалент за ферзя ладья и две фигуры но слишком много у черных пешек то есть здесь белые конечно же проиграют поскольку сопротивляться такой армаде они не в состоянии а матовые угрозы создать черному королю невозможно вот так вот очень интересная на самом деле партия после еф король f2 играет максим ваш его граф владел g4 конь бьет c4 теперь белые просто приступают к сбору урожая bc и слон бьет f3 после конь f3 ферзь f3 сухом остатке белые остаются с лишней фигурой вся атака отбита ферзь c2 шах ферзь е2 ферзь f5 король g1 h5 ладья f1 ферзь g6 создавая угрозу h4 но король h1 h4 слон бьет c7 h3 ферзь f3 и после ферзь d3 слон е5 играют белые позиция полностью консолидировалась поскольку мы видим что у белых лишняя фигура ну и все после водя g2 слон c3 здесь фабиано круана сдался возможности все он исчерпал и позиция у белых технически выиграна нельзя играть ферзь c2 примеру нападая на пешку на поле h2 по причине того что белый дают шах затем дают шах и просто съедают пешку на поле h3 отражая атаку в общем максим ваш его граф проявил просто фантастическое искусство защиты в этой партии и заслуженно победил поздравляю болельщиков французского суперграссмейстера идем дальше белыми играл линьер домингес черными играл ливон аронян е4 е5 конь f3 конь c6 солнце 4 солнце 5 рокировка конь f6 d3 рокировка h3 d5 ед конь d5 разыгран дебют слона конь d2 a5 конь е4 слон b6 c3 f6 и d4 играет линьер домингес прорываясь по центру ед водя е1 король h8 cd слон f5 конь g3 слон g6 конь h4 слон f7 конь f5 вроде бы белые так наскочили своими фигурами но у черных крепкая позиция ладья е8 ладья е8 ферзь е8 ферзь g4 ферзь f8 мат не зеваем в один ход слон d2 ладья d8 ладья е1 конь е7 играет ливон аронян после слоны в 7 ферзь f7 слон c3 конь бьет f5 конь бьет f5 g6 конь h6 ферзь f8 d5 играет линьер домингес у белых довольно грозная позиция атака бить как мы видим сейчас коня нельзя по причине слон бьет f6 и дальше просто водя теряется да и конь висит конь b4 и вот в этой позиции линьер домингес не находит очень красивую ничью на самом деле шансы черных здесь ничуть не хуже пешка на поле d5 атакована непосредственные угрозы отражены висит конь и тут линьер домингес должен был играть ферзь h4 теперь висит пешка на поле f6 конь бьет d5 вроде бы надо играть но водя так не c1 а водя d1 естественно играют белые и создается угроза взятия на поле d5 и слон бьет f6 приходится уже с матом то есть такой удар бить на поле c3 по-прежнему нельзя потому что в конце мы бьем на d8 и объявляем вилку на поле f7 конем король g7 и здесь конь f5 шах вот такая вот красивая ничья не нашел линьер домингес к сожалению теперь как ходить проигрывает снова король h8 из-за водя бьет d5 и слон бьет f6 если брать коня то получается очень красивая ничья то есть жертвуем еще затем после водя бьет d5 даем шах и получается ничья нельзя уходить на поле h8 из-за слон бьет f6 и теряется ферзь а так получается ничья нельзя уходить на е8 из-за шаха и отыгрывается водя на поле d5 а после король g8 ферзь h8 получается вот такая симпатичнейшая ничья вечным шахом давайте еще посмотрим после хода король g7 значит конь f5 если король f7 играют здесь черные то этот ход уже проигрывает партию если они не согласны на ничью водя бьет d5 водя бьет d5 ферзь бьет f6 теперь на король g8 проблема в том что конь е7 и приходится отдавать ферзя поэтому король е8 но тогда ферзь е6 висит водя и после король d8 можно брать водю это тоже выигрывает но еще сильнее сыграть слоны в 6 и здесь уже черные вынуждены отдавать ферзя поэтому здесь позиция совсем грустная у черных они проигрывают это был критический момент в партии после хода конь b4 не нашел линьер доминге с хода ферзь h4 сыграл ферзь е6 теперь король g7 играет лимон ронян нападая на коня слон бьет b4 ab конь g4 теперь непосредственная атака отражена и после ферзь f7 черные хотят съесть пешку ферзь е4 водя бьет d5 у их лишняя пешка и дальше после ферзь f4 слон c5 ферзь h6 король h8 у белых все-таки сохраняется какая-то инициатива но при правильной игре все-таки у черных перевес ферзь f4 водя d8 b3 слон d4 конь е5 ферзь g7 конь f3 слон c5 g3 b6 водя е6 слон d6 и после ферзь d4 водя f8 h4 h5 здесь после хода король g2 король h7 ферзь d5 ферзь g8 черные стоят ферзь е4 ферзь f7 конь d4 слон c5 и вот здесь белым надо было просто продолжать стоять играть конь е2 и эта позиция была бы очень трудно пробиваемая за черных то есть у черных лишняя пешка но пробить крайне сложно белых потому что фигуры их очень активны но после хода слон c5 здесь линиер доминдис переоценивает свою позицию он играет f4 открывает своего короля а это после хода водя d8 приводит к очень неприятным последствиям конь f3 король g7 и теперь черные хотят сыграть водя d3 с угрозой водя е3 а если черные вернее белые будут брать эту водю то повисит водя на поле е6 и у черных будет лишняя пешка f5 gf ферзь бьет f5 ферзь g6 вынуждается размен ферзей поскольку проигрывает ферзь f4 и заслон d6 и все пункт на поле g3 трещит и черные выигрывают приходится отдавать уже просто здесь качество но в такой позиции конечно черные легко побеждают после ферзи 6 король g6 все дальнейшее это блестящая техника ливона ароняна у черных лишняя пешка и активные фигуры и дальше как линьер домингес не старался ничего у него не получилось просто ливон аронян приводит в движение пешечное большинство на ферзи в фланге образует здесь проходную ну и белом абсолютно нечего делать они просто проигрывают поскольку пешка превращается и черных остается лишняя фигура а дальше король подходит съедает пешку пешка b проходит ферзи а контур игра белых на краевском фланге очень серьезно запаздывает после хода c2 здесь просто сдался линьер домингес поскольку сопротивление бесполезно и таким образом ливон аронян победил идем дальше белыми играл алира зафи руджа черный играл рихард раппорт е4 c5 конь f3 е6 d4 cd конь d4 конь c6 конь c3 конь f6 конь c6 bc е5 конь d5 разыграна сицилианская защита конь е4 ферзь c7 f4 очень длинный теоретический вариант когда после ферзь b6 c4 своем b4 шах белым приходится расставаться с рокировкой играть король е2 после f5 наносит черный контрудар конь f2 слон a6 связывается пешка на поле c4 и король f3 ну вот это вот все на самом деле теория и так играют конь е7 слон е3 слон c5 слон c5 ферзь c5 ферзь d6 здесь было на самом деле соревнования домашнего анализа ферзь b6 слон е2 владя d8 b4 конь c8 ферзь c5 d5 играют черные ед конь d6 ферзь е5 c5 тут просто ну сумма совершенно сумасшедшие варианты которые даже невозможно комментировать отдают пешку на поле е6 с шахом черные но опять же белые ее не берут поскольку после этого ферзь может где-то попасться ферзь бьет c5 играет али роза ферзь и руджа после ладья c8 ферзь бьет b6 ab выясняется что пешка на поле c4 висит ладья c1 слон бьет c4 пешка отыгрывается слон c4 конь c4 и в сухом остатке после такой вот диких казалось бы дичайших осложнений позиция получается примерно равной конь d3 король е7 a4 ладья d8 король е2 ладья d4 у черных очень активные фигуры а5 ба ба но у белых проходная пешка ладья d8 ладья c3 ладья е4 шах король f2 ладья d4 после конь е5 конь е5 fe получается ладейное окончание ну и ладейные окончания не выигрываются хотя точность от рихарда раппорта еще потребовалось ладья d7 a6 ладья а7 ладья а5 ладья d2 шах король f3 и ладья b2 создается какая-то угроза ладья b6 поэтому ладья c6 играет ферруджи не пуская ладью g5 ладья d6 и ладья c7 тут уже у черных начинается серьезнейшая контур игра угрожает ладья c3 с матом король то видите какой слабенький ладья a3 ладья c2 черные залезают ладья d3 ну а белые стоят ладья f2 шах король е3 и теперь если брать на поле g2 то просто a7 сыграют здесь белые и позиция у них будет практически выиграна поэтому лихард раппорт находит единственный спасающий ход ладья c2 очень важно отрезать вертикаль c теперь ладья b3 играет ферруджа a7 приводит к ничьей после ладья е2 шах нет ухода король d4 ввиду ладья е4 мат вот почему очень важно было сыграть ладья c2 а после хода король f3 ладья f2 все равно ничья даже если отдают все пешки белые они никак не в состоянии защититься от вечного шаха поскольку поле d4 заминировано ввиду угрозы ладья е4 мат поэтому ферруджа после хода ладья c2 играет ладья b3 но ладья cd2 создавая угрозу опять же вечного шаха ладья d3 ладья c2 ладья d1 ладья a2 и теперь черные успевают обезвредить пешку ладья d3 ладья c2 ну если не играть ладья d3 а меняться то просто пешка на поле a6 будет обезврежена поскольку ладья встала сзади пешки и эншпиль совершенно безобидный у черных на после хода ладья d3 ладья c2 соперники согласились на ничью потому что черные вновь отрезают короля и вновь создают угрозу вечного шаха таким образом сегодня друзья у нас был результативный день целых три результативных партии и это не может не радовать сейчас на экране вы видите таблицу с результатами участников кто как сыграл в четвертом туре и турнирное положение участников после четырех туров смотрите ознакомливайтесь на у меня на сегодня все если обзор вам понравился то ставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале также если вы щелкните по левой конечной заставки то вы увидите обзор предыдущего тура супер турнира супер бэт чест classic справа будет обзор следующего тура таким образом все сделано для вашего удобства чтобы вы не пропустили и посмотрели весь турнир целиком надеюсь что вы оцените мои старания пишите комментарии делайте репосты ставьте лайки не забывайте и также не забывайте подписываться на канал в общем надеюсь что я буду услышан и вы будете активны для вас работал олег саламаха играйте в шахматы видите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура супер турнира супер бэт чест classic слева